всем привет с вами нильфгорн и в преддвериях нового патча который ожидается в игре landmark я решил вспомнить что это такое потому что я совершенно давно не играл landmark и блин я по новой ощущает те чувства те эмоции которые были у меня в начале первый раз начал в нее играть это уау и просто супер как классно и блин реально круто потому что игрушка по-настоящему удивляет даже вот вроде бы в нее играл уже ну блин реально вот это чувство какое-то она подзабылась немножечко как бы передать какое чувство я даже вот честно честно я не представляю как передать вот здесь исследовательского такой вот саундтрек здесь просто божественный он так подходит к игре что просто не знаю даже аж мурашки по коже у меня пошли когда игра начала загружаться настолько это было предвкушающе что-то такое эпичное если здесь вот добавят как обещают очень много нового контента и тому подобное самое главное пве составляющую это будет просто идеальная игра единственное что мне здесь не понравилось это как строится дом то есть как строится ваше ну жилище или что то есть вы выделяете какой-то квадрат который на карте именно выделен прям можно сказать и на нем только вы можете строить вы не строите какого это здание сливающиеся с вашим какие-нибудь там горой или еще что вы просто строите что-то на ровной площадке как правило так это бывает но это все можно изменить и я постараюсь изменить я хочу снять конечно же обязательно сниму несколько серий про новый патч и попытаюсь его раскрыть папа полный то есть я бы хотел даже поиграться даже хотел бы повоевать так сказать не не пролезая хотел повоевать бы с этими монстрами и посмотреть как это вообще все выглядит будет во первых нужно бы еще так какие-то по-моему какие-то корни выкопал также нужно будет еще конечно же скрафт себе оружие то есть мечи либо луки либо там что там еще что там еще бы это все будет обязательно будет но в данный момент я просто решил вот именно по добывать ресурсы посмотреть может быть что-то нового добавили потому что выходила все устал такой выходил очень много как бы небольших патч они что-то постоянно добавляли я как-то решил не не рассказывать об этом потому что вот именно ждал какого-то крупного большого обновления и вот я так понимаю дождался наконец-таки потому что не знаю конечно очень многие поклонники everquesta ругаются об игре landmark но ребят насколько я знаю это как дополнительный проект к игре ланомарк который в конце концов соединиться с основным сюжетом ланомарка его двойник everquesta и они будут объединяться в одну игру как-то так лично я не знаю как вам но лично мне бы хотел иметь такую игру в которой можно было бы строить собирать вот как это происходит в данный момент то есть вот именно так вот добыча ресурсов идет то есть так добыча всяческих материалов идет кстати изменить здесь что бур теперь может нет не может копать к сожалению руду ну такой как у меня по крайней мере возможно то более проапгрейжен и может то есть когда эту игру соединяться вар квестом это будет очень круто единственно конечно они сделали минус ну на мой взгляд они должны были сначала его request сделать а потом сделать дополнительный контент как ванбарк ну мне так кажется а сейчас получается они сделали упор ну и такое ощущение получается что они делают весь упор на everquest ой блин да что ж такое на ой 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 на игру landmark а everquest как будто не разрабатывает ну в принципе честно говоря вроде бы так и получается сожалению в этой пещере еще ни одного сундучка не нашел немножко меня печалит кстати в преддвериях нового года дали вот такой вот новогодний костюмчик я даже не знаю как у веселого гнома какого-то ну ладно в принципе любит такие костюмчики ждать ну и самое обидное что такое чувство что они благодаря этой игре хотят вытащить из людей побольше денег посмотрите как много они добавили в магазин просто тут всяческих зданий строений самое главное не то что ладно здание строение пожалуйста там добавляйте аки добавили заборы окошечки там всяческие вот осветительные приборы фонтаны в эти вот кораблик какой-то вот башенка пожалуйста ну как-то это странновато что ли ну как бы это объяснить то то есть если ты хочешь какое-нибудь окно эпическое поставить то его должен купить за реальные деньги да так получается то есть это это неправильно по моему особенно в так такого жанра игр песочница потому что ну строительство ничто не должно останавливать когда вы строите или что-то создал а вот это пещерка ребятки вот это круто вот это круто я помню что было обновление небольшое который добавлял как раз таки вот эти вот пещеры не в сумме пещеры а более крупные пещеры как бы ну то есть целые залы что-лили как бы так подземные какие-то такие то есть они как и обещали изначально что они будут расширять это все ну вот похоже круто круто смотрите проходы какие-то и наверху есть какой-то еще там проход классно все смотрится давайте попробуем как нибудь пробраться что ли потому что классно впечатляет вот там вот такое чувство как будто там вообще выход нет там не должно быть выхода потому что на карте я нахожусь совершенно другой . это просто такое ощущение там складывается либо переход еще в одну большую пещеру ну классно на самом деле единственное что здесь не хватает надо будет скрасить обязательно веревку с кошкой так сказать с крюком чтобы залазить на такие вот большие высоты потому что вылезать здесь придется только команды так сказать сразу на поверхность а вот именно по пещере гулять когда я если спускаюсь то вниз я уже стоит то вверх я уже с трудом поднимусь не знаю но все равно на мой взгляд такое чувство что они как-то уперлись в уперлись в так камера камера вот это вообще крутотенско то прям такое чувство что похоже пещера классно уперлись вот в какой-то минимализм что ли как-то так то есть очень медленно выходит патчи очень как-то медленно все разрабатывается потому что полгода наверно прошло примерно по ну конечно чуть меньше с того момента как вот вышел landmark как бы и в принципе в принципе что-то существенное но чтобы знаете как сказать чтобы уах ничего не поменялось да не добавили пещеры но это такое такое честно говоря вещь который блин должна была вообще изначально быть да вот на мой взгляд что пещеры уже должны быть сразу они добавили вот пещеры некоторый контент по тому что можно создать то есть там типа новые фонари и там буры ну по мелочи в общем это все равно как-то мелочно все-таки в такой большой игре я бы именно создавал дополнительный такой большой крупный контент который бы заставлял людей играть в эту игру потому что в нее играет очень мало да очень много купили там вот есть по статистике у нее они будут выкладывали статистику очень много аккаунта было куплено но играет то очень мало потому что в принципе здесь кроме того что построить как бы в данный момент ты вот построил дом который ну в принципе не несет никакой функции то есть вон там до печки вы там скрафтили себе и все вам не нужно постоянно бегать допустим пополнять еду примеру как вот в майнкрафте в том же потому что вы должны кушать что-то печь или выращивать хлеб чтобы про прокормить себя здесь этого нету и это теряет смысл потому что ну вот я вот бегаю просто я бегаю и все меня ничто не останавливает не не какого-то никакой стамины нет ни выносливости нет никакой чтобы вот копать или останавливаться что жажды там еды ничего такого нет и меня ничего не астана ничего не останавливает и не стимулирует к тому чтобы начать строить дом вот так вот не стимулирует только то чтобы вас построить печки поставить печки и как сказать и скрафтить себе какие-то новые приборы это это вы можете найти какой-нибудь дом в на карте это в принципе хорошо элементарно делается просто вот мы заходим на карту на находим флажок и начинаем бегать по ним пока не найдем себе что-то такое интересное там ну то есть не найдем нужную себе печку кстати вот в принципе мне бы что это вот это вроде бы серебро а это тим тоже очень круто потому что это уже порежет ресурсы я не зря спускаюсь в самый низ потому что здесь есть определенные ресурсы которые можно найти самом низу чем вы уже тем как бы ну и сегодня в принципе серия будет посвящена тому что я буду говорить и копать потому что копать здесь приходится очень много ресурсов нужно довольно таки большое количество особенно если вы хотите к примеру скрафтить он более продвинутый бур ну честно говоря сделали в данный момент игру не играбельный в том плане что она не затягивает надолго не затягивает а это очень плохо для игры ну мне так кажется игра должна прям как минимум часа 34 затянуть сразу моментально а здесь ну она затягивает до того пока вы все не посмотрите все а этого очень мало не каждый любит строить не каждый любит развиваться там некоторым просто проще там как-то не то что развиваться не любит развиваться так как раз таки и любят многие но для этого развить они не строят какое-то эпичное здание или завод или что-то еще и в нем начинают развиваться они находят какую-то пещеру там и начинают в ней развиваться ну если судить примеру по майнкрафт именно развитие интересно к примеру в майкре с модами а здесь получается так что это развитие сводится К установке Добычи Ресурсов Установки Где-то около 6 или 7 По-моему печек на данный момент Ну то есть Может там не печек, станков Не знаю как это правильно назвать Станков, устройств В которых вы все можете скрафтить Ну то что присутствует Как бы дает возможность скрафтить Еще ниже пойдем И все Вас больше ничего не сдерживает По производству Или что-то в этом роде Потому что единственное только добыча ресурсов Но какие-то Как бы это правильно сказать Ну к примеру Даже если так подумать что По созданию Ой-ой-ой Не разбиться бы Потому что здесь сейчас уже Ну так просто Не попрыгаешь с большой высоты Можно разбиться Имейте ввиду Так Я даже не знаю честно говоря Как правильно сказать Вот О-о-о-о Сундучок Это Это просто Это просто круто Сундук Это шикарно Так и что мне дали Мне дали еще один костюмчик Мне дали по-моему Еще один бурт что ли А нет Честно говоря Я немножко Затрудняюсь сказать Heartwood Такой вот костюм И вот такой вот костюм У меня это Все было Так Да белый просто Просто новый костюм дали Ну давайте в белом Будем ходить Более серьезней Такой становится Дядька Вели пвп Да Вот тут в одном патче Но это такое смешное пвп Что Как сказать Вы можете пвп Только на территории дома На котором вы можете создать И поставить флаг пвп Ну это же не интересно То есть вы Должны создать Какой-то уровень Ну как бы дом И территорию на нем Интересную Интересную Не просто площадку Да Для пвп Или какую-то арену Грубо говоря Да А то есть там С прыжками С перебегами Ну можете даже и арену Но это не интересно Само пвп Сам бой Здесь он Узок То есть это просто Махание Как говорится Какой-то палкой Да По врагу И там два По моему скилла Право-лево И кнопками Что-то Что-то так В узком варианте Так, кстати Сейчас, секундочку Я Прожму Ресурсы И вроде бы Все, да Уже ниже Некуда Это Ну удивительно Я не знаю Зачем они вообще Вводят Вот такие вот Моменты Как бы Небольшие То есть они как-то Вроде бы Вводят Как будто Ради шуму Просто Ааа В ландмарке Пвп Ааа Все побежали Да А на самом деле Это так Ну Только название Да Вот если бы они вели Пвп по всему миру А ваш дом Был бы именно Как Не Не местом Где вы можете Проводить Пвп А именно Защитным местом Где вы можете Спрятаться от врага Вот Это было бы Интересно Лук Посох И меч Этого Этого бы Было Вполне Этого Бы Хватало К примеру Мечом Вы можете Там Заблокировать Выстрел Ну Атаковать И заблокировать Выстрел А Пострахом К примеру Атаковать Фаербалом И Ну Также Заблокировать И Луком К примеру То же самое Только не заблокировать А увернуться К примеру От удара Мечом И Все И Бой Уже Был Интересней То есть А если бы Вы добывали Вот так Ресурсы К вам Кто нибудь Мог Подкраться Напасть На вас И Завязать Бой Тем самым Ну Как бы Было бы Пвп И Тогда бы Было Интересно Какие нибудь Очки За убийство Врагов Там И Что нибудь В этом Роде Все Тогда бы Было Уже Уже Намного Интересней Но Как то Вот Они Решили Иначе К сожалению Это Вот Ну Как бы Из-за моих Даже Рассуждений И Как я Сам Сужу Как я Понимаю Это Все Получается Как то Немножко Печально Все К сожалению Потому Что Почему К сожалению Потому Что Проект Реально Интересен Но Вот Такое Чувство Как будто Как бы Создатели Этой Игры Они хотят То ли Денег Побольше То ли Я вот Честно Я даже Не могу Представить И денег То в принципе Они Смысл Покупать Какие-то Окошки Я не знаю Смысл Покупать Какую-то Там Башенку Для того Чтобы Для чего Чтобы ее Поставить Круто Я купил Себе Башню Построил Ее Да Я Крут Да Это тоже Даже Даже Магазин Здесь какой-то Он смешно Я понимаю Вы бы покупали Какой-нибудь Амулет Который Давал бы Там Сток Жизним К примеру Супер Какой-нибудь Там Или к урону Увеличил урон Или Увеличил Скорость Копания К примеру Я понимаю Вот это Может быть Такое и есть Я В магазине Не изучал Не спорю На первый взгляд Оно именно так Что там Какие-то башенки Продают Оконцы Да фонари Блин Это как-то Уж совсем смешно Кто Будет На это Деньги Тратить Извините Нет Ну найдутся Конечно Но все равно Так вот А все К чему это К тому что Я надеюсь Что новая пачка В котором появится Пве Составляющая Как раз таки Которая должна И добавить Вот эту изюминку В которой Вы должны Добывать Ресурсы Крафтить Более мощную Броню Крафтить Более мощное Оружие Для того Чтобы победить Более мощного Монстра И более Лучше Выживать Именно Выживать Потому что Игра же Все таки Об этом Не о строительстве А о выживании Вот это Я надеюсь Оживит Эту игру И приведет Сюда Больше игроков С которыми Можно будет Поиграть Потому что Честно говоря За все время Я помню Я немного Играл Но все же За все время Которое я играл Я нашел Всего три игрока Трех Трех игроков Ребята Живых То есть Я видел Что они Что-то делают Я даже Одного русского Нашел С ним Пообщался Привет Как дела Тебе нравится Ли эта игра Что-то в этом роде И я надеюсь Пвп Составляющая Изменит Здесь Вот этот Склад Так сказать Вот этого Впечатления Потому что Мне бы хотелось Чтоб эта игра Развивалась И было бы Очень интересно Было бы Реально Было бы круто Если бы она была Такой Которой Я представляю Притом Я представляю Не так Много Так что Подписывайтесь На мой канал Следите за Обновлением Игры Лан Марк Я постараюсь Все Интересные Обновления Рассказывать Игрушка Стоит того Чтоб поиграть Но Но грустно Как-то Вот я играю В ней И мне грустно Что Что как-то Она развивается Не так Как хотелось бы Подписывайтесь На канал Если вы впервые На моем канале Ставьте лайки Задавайте вопросы На которые я постараюсь Найти ответы Либо Сразу отвечу Также Оставляйте Свои советы Потому что Я не все знаю Не про все Так как говорится Любой совет Мне Всегда поможет С вами был Нильгорн Всем всего хорошего Пока Пока